Новинка от компании Geekom с процессором от Intel, а именно Intel Core i9 13-го поколения, графикой Intel Iris XE, оперативной память UDDR4 до 64 ГБ, накопителем М2 до 2 ТБ, возможностью без проблем установить дополнительно жесткий диск и еще один накопитель М2 до 1 ТБ. Из полезного можно отметить большое количество различных портов, к примеру, 2 порта USB 4 Thunderbolt, Wi-Fi 6E версии, предустановленную операционную систему Windows 11 Pro, возможность установки мини-ПК на тыльную часть монитора с помощью кронштейна Веса. Как вы уже поняли, обо всем этом нам заявляет производитель в рекламе к модели под названием Geekom Mini 13. Но так ли все хорошо, как заявляет производитель, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данный компактный ПК в черной стильной коробке, что для Geekom стандартно. На ней есть название модели и краткие характеристики. Выглядит упаковка привлекательно. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем сам ПК, письмо благодарности, съемный кабель питания, адаптер питания 120 Вт, 19 Вольт на 6,32 Ампера. Даже есть краткое руководство. Набор болтов, а также кронштейн Веса, с помощью которого мини-IT13 можно закрепить на тыльной панели монитора, что очень удобно. Минус за то, что нет мешочка для транспортировки, потому что все-таки подразумевается, что вы это дело с собой будете таскать. Весит устройство 569 граммов, а габариты 117 на 112 на 49 миллиметров. Обзоры на канале ежедневно. Ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме 11 ноября еще Honor Magic 5 Ultimate я разыгрываю, не забудьте подписаться на канал с колоколом и участвовать. Все условия в описании. Заранее огромное спасибо за просмотр, перейдем же к обзору. Приобрести данный девайс можно только в единственной серой расцветке с синим оттенком. Дизайн особо не отличается от прошлых моделей, выглядит мини-пк минималистично и аккуратно. На столе много места не занимает, но напомню, что его можно подвесить на тыльную часть монитора, что отлично экономит место на рабочем столе. Взять его с собой куда-либо, положив в тот же рюкзак, можно без проблем. Корпус, по всей видимости, выполнен из прочного пластика, а внутри находится металлическая рама. Сборка устройства хорошая, материалы качественные. Далее на корпусе расположили кнопку питания с индикатором. Аудио-выход стандартный мини-джек на 3,5 мм. 3 USB порта версии 3.2 Gen2, кенсингтонский замок, разъем DC для питания, 2 HDMI порта версии 2.0, 2 порта USB 4 Thunderbolt, 1 USB порт версии 2.0 и порт под интернет RG45 до 2,5 гигабит в секунду. Также есть кардридер, что удобно. По портам все в целом хорошо, ко всему можно одновременно подключить до 4 дисплеев, 2 в 8К и 2 в 4К. Далее, с нижней части, на дне, есть 4 прорезиненные ножки, за которыми расположили 4 болта. А за систему охлаждения отвечает вентилятор с системой GeekCool. Мини-ПК не перегревался даже при нагрузках по нагреву, вопросов нет. Но мини-IT13 не бесшумный. Конечно, во время серфинга в интернете, просмотра фильмов и работы с текстом или чем-то подобным, шум от мини-ПК практически будет не слышен. Летим дальше. Процессор в моем случае установлен Intel Core i9-13900H 13-го поколения с 14 ядрами. 20 потоками, 24 мегабайтами кэша и максимальной частотой в 5,4 ГГц. Также есть варианты на процессорах Intel Core i7-1370H и Intel Core i5-13500H. За графику отвечает Intel Iris XE96EU с максимальной частотой 1,5 ГГц. Установлена двухканальная оперативная память DDR4 3200 SODIMM на 32 ГБ, но ее можно расширить до 64 ГБ, вставив две плашки по 32 ГБ. Также установлен один накопитель M2-2280 PCIe Gen4 на 2 ТБ. Плюс есть место для установки одного накопителя M2-2242 SATA до 1 ТБ. И место под жесткий диск 2,5 дюйма SATA до 2 ТБ. Апгрейдить данную модель можно без проблем, что является очевидным преимуществом. Есть поддержка Wi-Fi 6E, установлен Bluetooth чип версии 5.2, операционная система в стоке Windows 11 Pro и система работает без проблем. Но хочу отметить, кстати, что практически во всех этих китайских мини-ПК апгрейд происходит вообще без каких-то проблем. То есть это не только у этой версии, не только у этой модели. Перейдем к небольшим тестам. В Geekbench 6 мини-ПК показал Single-Core 2215, Multi-Core 10372, Vulkan Score 20948, Sinebench R24 в CPU Multi-Core 425 5s, CPU Single-Core 101 5s, Crystal Disk Mark чтение 4735, а запись 3898 Мбит в секунду. 3DMark 11 Entry 12800, Graphics Score 12765, Physics Score 18848, Combine Score 7890, а в 3DMark 11 Performance 8058. Если говорить о реальном использовании, то для офисной работы или чего-то подобного, данная модель это перебор, как по мне. Также отмечу, что оперативная память не быстрая, есть альтернативы с памятью DDR5, грубо говоря, это не самый быстрый ПК на рынке в этой ценовой категории. Ко всему есть модели с дискретными графическими процессорами, что, конечно, их делает более мощными. Неудобно, что с фронтальной части нет порта USB 4, могли бы поменять местами порт USB 4 и разъем миниджек на 3,5 мм. Для чего я бы использовал мини-IT-13? Однозначно для видеомонтажа, работы с фото и иллюстрациями. Но опять же, есть варианты для покупки, которые более мощные и быстрые, некоторые из них даже дешевле. Но все, как говорится, танцуют от распродаж, потому что, возможно, этот будет дешевле, возможно, какой-то другой. Нужно смотреть всегда по спекам. Без распродаж я вообще бы ничего не брал на вашем месте. На экране вы можете наблюдать, как он справляется с такими играми, как PUBG Battleground, Counter-Strike 2, Apex и еще некоторое количество подобных игр. Отмечу, что более-менее комфортно можно играть только в PUBG. В остальные игры играть было сложно, так как чувствовалась просадка FPS и встречались подвисания. Ко всему, по непонятной мне причине, скакал пинг. То, что в данной модели установлен процессор Intel i9, это не означает, что он лучший выбор, но он однозначно заслуживает внимания. Просто вам нужно понимать, для чего этот i9 вам нужен. Минусы, как по мне, их достаточно. Начнем с того, что дизайн от прошлых моделей ничем не отличается. Также установлена память DDR4. Есть некоторые моменты в плане некомфортного использования из-за расположения портов на корпусе. Из-за цены сложно даже предположить, для кого можно советовать этот мини-ПК, так как для офиса можно приобрести более дешевый вариант, но его мощности и скорости будет 100% достаточно для работы в офисе. Если советовать для игр, мини-IT13, нет дискретного графического процессора. Для других задач можно приобрести мини-ПК с лучшим соотношением цены-качества. То есть это такой специфический продукт получается. Минусы. По большей части это цена. В первую очередь, опять же, учитывая установленное железо, все остальные недостатки я несколько раз перечислил вам в ролике. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Повторяюсь, если это будет распродажа, то ценник точно будет адекватный. Если это будет вне сейла, то, как говорится, ловите сейл. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. У нас сейчас и 11-11, и еще и черная пятница, а потом еще в декабре они будут остатки электроники распродавать. Тут вопрос, правда, будет, насколько курс будет приятный. Потому что напоминаю, что вся электроника продается в долларом и эквиваленте. А уже потом при любом раскладе конвертируется на национальные валюты. Как бы нам этого не хотелось. Резюмирую. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощь и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. От меня девайсу максимальная скромная, да, только во время распродаж. И как я всегда повторяюсь, с любой железкой дороже 30 долларов и даже за 30 долларов желательно. Включайте голову, старайтесь разобраться в теме один раз, и потом вы никогда не будете покупать хлама. Вещи должны быть полезны. Добра и удачи вам, дорогие друзья.